В общественной приемной президенты России в Чувашской Республике прошла горячая линия с представителями управления Пенсионного фонда и Минтруда Чувашия. Горячая линия уже давно вошла в практику многих ведомств России. Пенсионный фонд не исключение. Проводится он, как правило, после внесения каких-то ключевых изменений в законы, когда жителям республики нужно разъяснить ту или иную новеллу в пенсионном законодательстве. Очередная горячая линия приурочена ко дню пожилых людей. Жители Чувашии лично выслушали управляющий отделом Пенсионного фонда Роза Кондратьева и начальник отдела Министерства труда Елена Зайцева. Добрый день, принимаю телефон. Здравствуйте, я работающий пенсионер. Выдет на индексации в 17-м году в 12-м месяце. Я работающий. Пока каких-либо отмен ранее принятого законодательства нет. Я понимаю, таким образом, пока человек работает, возможно, индексации не будет. Пенсионеры Чувашии оказались очень активными. Специалисты ответили на все поступившие вопросы, особенно важные взяты на контроль. По результатам горячей линии формируются предложения, которые направляются в Пенсионный фонд и Министерство труда Российской Федерации. Большинство, конечно, интересуют вопросы будущей единовременной выплаты, кому они положены, как они будут выплачиваться. Также вопросы, касающиеся непосредственно работающих пенсионеров, будет ли у них индексация очередная в следующем 2017 году. Также вопросы звучат по региональным льготам, касающиеся особенно компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Пенсионеры – категория доверчивая и уязвимая. Они часто становятся жертвами мошенников. Об этом тоже говорили на горячей линии. Последние факты связаны с единовременными выплатами в январе будущего года. Под видом специалистов Пенсионного фонда или социальных работников, преступники звонят и сообщают о готовности перечислить положенные им деньги, спрашивают номера банковских карт и пароли. Таким образом, получают доступ ко всем запережениям пенсионеров. Напомним, что единовременная выплата в размере 5000 рублей будет начислена в январе 2017 года всем работающим и неработающим пенсионерам. Заявлений и каких-либо сведений на получение выплаты не требуются. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...